Всем привет! Сегодня я расскажу о том, что если бы Асока перешла на темную сторону. Начинаем! После того, как Асока ушла из Ордена, она была сильно сломлена. Уход Асоки из Ордена привлек внимание графа Дуку. Дуку смог отследить ее и встретиться с ней. Из-за того, что Асока была сломлена, Дуку сможет ее переубедить. Дуку расскажет ей о том, что у него была похожая ситуация с джедаями. Джедаи были высокомерны, а республика погрязла в коррупции. Дуку предложит Асоке стать его ученицей, чтобы вместе они это исправили. А затем вместе убить Сидиуса. Асока согласится на это. За время, пока она была учеником Дуку, она убила несколько джедаев. Отныне у джедаев появился новый враг. Пройдет год. К Энакину и Оби-Вану за помощью обратится Бога Танкрайс. Но эту роль занять Асока не сможет. Поэтому на Мандалор полетит Оби-Ван вместе с 212 батальоном. Бой на крусанте Энакин проведет в одиночку. Энакин сможет пробраться на незримую длань и там встретить графа Дуку. Оби-Ван же потеряет много солдат. В конечном итоге он встретится с Молом, но победить не сможет. Так как Молу помогут солдаты. Он попадет к нему в плен. Дуку начнет бой с Энакином. Граф парировал удары Энакина. И насмехался над ним, пытаясь пробудить в нем гнев. Параллельно Мол рассказывал Оби-Вану о том, что именно заведение ему пришло. Оби-Ван отказался помогать. Мол зажег меч и нанес удар. Разрубив Оби-Вана надвое. Тело Оби-Вана тут же упадет на пол. Дуку выпустит поток молнии в сторону Скайуокера, который тот не успеет заблокировать. Что же ты способен мне противопоставить без Кеноби, Скайуокер? И Энакин, и Дуку, и Палпатин почувствовали возмущение в силе. Энакин увидел то, как Мол жестоко убивает его учителя. Энакин почувствовал страшный гнев, который до этого он ни разу не испытывал. Он ринулся в сторону Ситха. Нося удар за ударом, он все сильнее теснил своего врага. Дуку пнул Энакина ногой в живот. Не бойся своих эмоций, Энакин. Твое оружие – это гнев. Сфокусируй его. Дуку озадаченно бросил взгляд на Канцлера. Но он пропустил удар. Удар, который тут же оборвал его жизнь. Ассо Катана почувствует смерть своего наставника. Узнав о том, что тут Энакин, она предпочтет скрыться. Энакин сможет вывести Канцлера с незримой длани. Но вместо того, чтобы остаться на Круссанте, он полетит на Мандалор. Чтобы закончить то, что когда-то давно начал Оби-Ван. Убить Мола. В свою очередь Гривус и Ассока полетят на Утопал. Вскоре Мол почувствует приближение Скайуокера. Он прикажет своим солдатам приготовиться. Энакин зашел. Солдаты открыли по нему огонь. Энакин отражал выстрелы. А затем создал ударную волну. Из-за которой враги погибли. Ты заплатишь за Оби-Вана, Мол. Протянул Энакин с болью и гневом в голосе. Возможно. Ответил Мол, зажигая меч. Энакин бросился в сторону Мола. Джедай и бывший Ситх сошлись в дуэли. Магистр Кеноби мертв. С печалью в голосе произнес. Магистр Мейс Винду. Кто-то должен полететь на Утопау и дать по Эгривусу. Полететь вызвался магистр Кетфиста. Дуэль продолжалась. Мол использовал толчок силы и отшвырнул Энакина в сторону. Энакин поднялся. От гнева на его лице вздулись вены. Он бросился на Мола. Уже не оставляя тому шансов. Он теснил врага. Теснил. А затем ударом ноги выбил из его рук световой меч. Скайуокер использовал толчок силы, чтобы отшвырнуть забрака в стену. Затем, не мешкая, он отсек безоружному врагу голову. Глаза Энакина приобрели желтый оттенок. Даже на другом конце галактики темный владыка ситхов Дарт Сидиус чувствовал изменения в силе. Он почувствовал смерть Мола, но это его не интересовало. Было что-то еще. Да и Сидиус дошло. Его план исполнился. Скайуокер перешел на темную сторону. Грибус и Китфиста скрестят мечи в ожесточенной дуэли. Китфиста убьют генерала Грибуса. Сепаратисты полетят на Мустафар. Когда новость о смерти генерала Грибуса дойдет до Дарта Сидиуса, он отдаст приказ 66. С Энакином на связь вышел канцлер Палпатин. Дошли новости о местоположении сепаратистов. Мустафар. Планета на дальнем рубеже. Разберись с ними, Скайуокер. А также разберись с ученицей графа Дуку. Связь оборвалась. Через несколько часов сепаратисты будут убиты. А Сидиус и Йода скрестят мечи в дуэли. Вскоре Йода сбежит. А Энакин встретится с Асокой, которая к этому времени прилетела на Мустафар. Асока будет в замешательстве, узнав о том, что Энакин перешел на темную сторону. Желтизна из глаз Энакина Скайуокера пропадет. Энакин также будет удивлен, что канцлер приказал ему убить его бывшую ученицу. Тут же высадился корабль Палпатина. Оттуда выйдет канцлер в темном одеянии. «Почему ты ее еще не убил, ученик?» проговорил Сидиус. «Вы Сидх!» Энакин зажег меч. «Теперь ты тоже Сидх!» заметил Сидиус. Скайуокер захотел напасть на Сидиуса. Но Сидиус легко вернулся от его атаки. Энакин нанес еще один удар. Также подключился Асока. Но Сидиус легко парировал оба удара. Не успел Скайуокер отреагировать, как Сидиус направил в сторону джедая в смертоносный поток молний. «Ты предал и старого учителя, и нового. И теперь тебе осталась только смерть!» Сидиус был готов убить врагов, но... Все трое заметили фигуру. Это был магистр Винду. Магистр джедаи включил свой световой меч и бросился в сторону Сидиуса, помогая Энакину в бою против владыки Сидхов. Сидиус зажжет второй меч, чтобы драться сразу с двумя противниками было полегче. Бой будет продолжаться. Мэйс Винду сможет оттолкнуть Сидиуса силой. Асока к тому моменту придет в себя. Сидиус упадет. Энакин пытается напасть на противника, но это будет ошибка. Сидиус схватит того силой и отшвырнет в сторону. Мэйс продолжит бой с Сидиусом один на один. Энакин и Асока подключатся к бою снова. Он толкнет силой Мэйса и переключится на других. Затем... Сидиус отшвырнет силой Асоку и ударом ноги повалит на землю Энакина. Он вновь переключится на Мэйса Винду. Сидиус выпустит поток молний. Мэйс Винду будет блокировать их. Сидиус сможет сблизиться, а затем он нанесет удар мечом, отняв тем самым руку Мэйса Винду. Владыка Ситхов добьет джедая. Асока пытается напасть, но Сидиус схватит ее силой. Притянув к себе, он проткнет ее мечом. Затем он отшвырнет ее тело в сторону Энакина. Энакин станет на колени возле умирающей Асоки. Теперь ты знаешь, что произойдет, если ты посмеешь мне не подчиняться. Я убью твоих близких. Например, Падме. Энакин с криком отшвырнул Сидиуса силой. Он притягивает к себе свой меч и меч Асоки. Налетев на Сидиуса, он наносил серию ударов. Скайуокер сражался, как никогда до этого. У них произошла сцепка мечей. Энакин ударил Сидиуса головой. Сидиус выронил меч из левой руки. Прямо в раскаленную лаву. Тут же ударом ноги Сидиус выбил световой меч из руки Энакина. У Энакина остался только меч Асоки. Уже Сидиус носил удар от тесня своего противника. Палпатин вызвал ударную волну, которой он отшвырнул Энакина в стену. Поднявшись, Энакин едва успел заблокировать удар Сидиуса, который как раз таки к этому моменту прыгнул в его сторону. А сейчас, Скайуокер, ты умрешь. Сидиус проткнул Энакина в области живота. Его же мечом. Когда Сидиус вытащил световой меч из тела Энакина, Энакин упал на колени. Сидиус убил своего так и неиспеченного ученика. Но он знал, где можно найти замену. Он знал. Глядя на приближающийся корабль Падме. Глядя на приближающийся корабль Падме. Глядя на приближающийся корабль Падме. Глядя на приближающий корабль Падме. Продолжение следует...